С наступлением пандемии на фоне финансовой нестабильности во всем мире, в частности в нашей стране, наблюдается рост мошенничества. Стало появляться все больше финансовых пирамид и других махинаций, угрожающих финансовой деятельности не только юридических лиц, но и физических. О том, как следует поступать гражданам в таких ситуациях, куда обращаться в первую очередь и какие действия предпринимать, нам расскажет заместитель директора Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев. Здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы задать такой вопрос. У наших телезрителей появляется необходимость в карантинное время и в посткарантинный период заказывать все через интернет. Но сейчас появилось все больше интернет-мошенников. И как гражданам поступать в этой ситуации? Куда обращаться в первую очередь и как их распознавать? Да, действительно, в последние несколько лет в Казахстане, в том числе в карантинный и посткарантинный период увеличилось количество интернет-мошенничества. Об этом говорят сами цифры. За последние три года по данным МВД количество интернет-мошенничества увеличилось в три раза. Если за 2018 год зарегистрировано 4000 мошеннических преступлений, то за 9 месяцев 2020 года уже перевалило за 8000. Основная задача мошенников это получить персональные данные, также персональные данные банковские и обнулить ваши счета. Они каким образом это могут делать? Через копии сайтов, через спамы, через направление на электронную почту, рассылки, мессенджи, ссылки, получают ваши персональные данные. Дальше под вашим именем заходят через электронный банковский счет и также проводят онлайн банковские операции. Покупают товары, покупают услуги, открывают за ваш счет, скажем, подставные мнимые счета и с основного счета перекидывают ваши деньги, то есть обнуляют ваши счета. В данном случае как мы можем предохраниться? Там буквально несколько простых правил. Во-первых, когда открываете банковский счет и вы используете именно банковские онлайн операции, нужно следовать мерам безопасности вашего персонального компьютера либо мобильного приложения. Также можно ставить максимально длинные пароли. Эти пароли никому нельзя передавать, в том числе записывать, оставлять на рабочем столе или записанных книжках. Также не рекомендуется передавать пароли по телефону третьим лицам. Также можно открыть два банковских счета либо две карточки. Есть основная карточка, есть дополнительная карточка. Через дополнительную карточку вы можете переводить, скажем, именно лимитированные суммы. Если вы решили что-то приобрести, энную сумму переводите, покупаете товар или делаете оплату за услугу, и также можете принимать банковские денежные средства от друзей или знакомых. Все. Получается, этот счет будет лимитированным. Даже если эти персональные данные узнают злоумышленники, то ваши риски минимизированы. На этом счете денег не будет. Также при покупке товаров либо услуг нужно смотреть, это официальный ли сайт, оригинальный ли сайт. Злоумышленники открывают копии сайтов. Они по виду очень похожи, но когда вы уже будете работать в этом сайте и дальше глубже углубляться, будут запрашивать ваши персональные данные. Нужно немедленно уходить с таких сайтов. Также можно поставить смс-уведомление, то есть все банковские операции, которые проводятся, вы будете уже через свое мобильное приложение об этом уведомлены. Вот в последнее время людям, нашим гражданам предлагают вложить деньги под большой процент, но потом выясняется, что это финансовые пирамиды, которые обманывают население. Вот как распознать это все в первой, в самой начальной стадии, чтобы не попасть в ловушку таких мошенников? Обычно финансовая пирамида, она работает так, что его трудно определить, именно к какому роду деятельности она относится. Их трудно классифицировать. Допустим, классическая финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, либо там в сфере недвижимости, туризма, либо другое. Можно их распознать по нескольким признакам. Я могу остановиться на основных. Это то, что первое, они активно привлекают новых участников своей системы и также ведут агрессивную политику. Это баснословные прибыли, это высокая маржа, высокопроцентная доходность. Также осуществляют розыгрыши. Если вы привлекаете новых клиентов, там дополнительные бонусы. Также там еще дополнительные какие-то поощрения. Есть второй момент. Деятельность в основном осуществляется на онлайн-мессенджерах. Нет официальных листов, нет официального юридического адреса. Даже если вы перечисляете денежные средства, эти денежные средства уходят либо на подставные счета, либо на подставные лица. Третье. Эта организация не лицензируемая, нет лицензий. Также в четвертых, в этих организациях обычно не афишируется или не такой прозрачный механизм возврата денег. У этой компании нет дорогостоящих активов, крупных ликвидных активов. Если эти все признаки имеются и от этой компании поступило предложение, наша рекомендация немедленно обращаться в правоохранительные органы. Чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем выше вероятность, что вы ваши деньги получите обратно. В период карантина у достаточно большого количества граждан появились проблемы с оплатой по кредитам. Восстановление дохода может затянуться на очень долгий срок. Как поступить в данном случае плательщику, чтобы картина по оплате кредита не была мрачена? Да, это очень такой чувствительный вопрос. Это для заемщика, для банка и для регулятора очень чувствительный вопрос. Первым делом рекомендуем немедленно сразу обратиться в тот банк или финансовую организацию, где у вас имеется займ. Здесь точно так же вам нужно обратиться к квалифицированным специалистам вашего банка, обратиться с заявлением, показать у вас какие именно финансовые ухудшения и причины. Там разного характера могут быть. Вы можете обратиться с, скажем, со снижением процентной ставки, пролонгацией, либо отсрочки, предоставлением кредитных каникул, либо можете также обратиться с заявлением по изменению условий договора. Здесь нужно понимать, что реструктуризация займа не только в интересах заемщика, но и в интересах банка. То есть, если они как скорее найдут общие решения, взаимовыгодные решения, это хорошо тоже и для банка. Но если, скажем, общие решения не найдены, даже у вас есть один большой плюс, вы при оспаривании в суде можете это показать, и это будет плюс вашу пользу. Буквально недавно у одного казахстанского банка произошел серьезный технический сбой. Вот как в этой ситуации поступать клиентам этого банка, что в первую очередь нужно сделать, и куда обращаться вообще в такой ситуации? Технический сбой, он может произойти в любой компании. В обычной компании, в маленьком предприятии, в госучреждении, либо в финансовой организации. Тех сбоев могут быть, скажем, от нескольких минут, допустим, до одного дня. В данном случае, чтобы уберечь себя, чтобы не расстраиваться, мы рекомендуем также несколько элементарных правил. Это первое, иметь финансовую подушку безопасности. То есть точно так же вы можете открыть два счета, иметь два мобильных приложения в двух разных финансовых организациях, в нашем случае в банках. Если произошел техсбой в одном банке, вы можете проводить онлайн-операции через другое предложение. Также мы рекомендуем у себя всегда в портмоне держать энное количество денег на случай первой необходимости. В данном случае, когда техсбои проходят, там очень много фейковых новостей. Рекомендуем воздержаться и именно слушать официальные новости. Третье, в период техсбоя также усиливается мошенническая операция. Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, вас будут торопить, говорить, что вот ваши сейчас деньги куда-то, скажем, переведут, утекут. Ни в коем случае не поддавайтесь уловкам мошенника. Четвертое, когда уже техсбой заканчивается, обязательно нужно заходить в свое приложение, проверять остаток. Также проверять, были ли какие-то сомнительные операции, которые вы не проводили. Хотелось бы сейчас поговорить о ситуации с МСБ. С начала пандемии для малого и среднего бизнеса можно было взять отсрочку по ранее взятым займам. Чуть позже меры по поддержке МСБ были приняты, их было больше. Какие предприятия получили эти поддержки и в каких отраслях они были приняты? В режим ЧП сначала, это 16 марта, государством были приняты меры по поддержке именно части МСБ. Попали 12 отраслей экономики, 468 видов экономики. В целом воспользовались правом отсрочки платежей по займу, это банковские займы и микрокредитам, 12 455 компаний. Сумма отсроченного платежа достигла 165 миллиардов тенге. 15 июня агентством разработан дополнительный пакет мер поддержки, где предусматривались два предложения. Первое, также продление отсрочки платежа не менее 90 дней. Второе, это предоставление рефинансирования по госпрограмме, либо по внутренним программам банка. Для предоставления рефинансирования по госпрограмме, конечно, МСБ должны были предоставить пакет документов, то, что подтверждающих ухудшает, то, что ухудшает свое финансовое состояние, и также то, что они соответствуют критериям госпрограммы, либо которые соответствуют программам банка. По второй части, где отсрочка платежа, изначально предполагалось то, что предоставляют документы, и до 1 октября идет отсрочка. Но в конце августа также нами были приняты доп.меры, где мы упростили то, что рассмотрение в течение двух дней, и также нет необходимости представления подтверждающих документов. Правым воспользовались 2200 компаний на общую сумму 16,6 миллиардов тенге. В сентябре этого года были приняты изменения и дополнения в программу рефинансирования жилищных займов. Можно ли с уверенностью сейчас говорить, что эта программа эффективная? Конечно. Эта сама программа была инициирована нашим президентом. Программа была разработана в 2015 году. Изначально в первый блок попали ипотечные займы, которые получены с 2004 по 2009 год на сумму не менее 50 миллионов и также единственное жилье. Изначально выделено 130 миллиардов. Эта сумма была полностью освоена. Помогли 28300 заемщикам. Далее, в 2018 году мы внесли блок поправок именно по ипотечным валютным займам. То есть мы предложили рефинансировать займы, полученные до 1 января 2016 года. Также курс конвертации указали 18 августа 2015 года. Это 1 доллар 188 тенге. Также для СУСН мы предложили рефинансирование под 3%. На данную сумму было выделено 114 миллиардов тенге. Рефинансировано 8000 заемщик на сумму 70 миллиардов тенге. Вот мы сейчас поговорили об ее эффективности. А как проходит вообще реализация этой программы поэтапно? Поэтапности я хотел еще дополнить то, что после второго блока был третий блок. Третий блок это для социально уязвимых слоев населения. Потому что мы проанализировали первую часть и вторую часть программы. И поняли, что некоторые заемщики не подпадают под эту программу. Для этого мы предусмотрели нормы то, что банки могут самостоятельно по итогам анализа финсостояния заемщика предоставлять им, скажем, прощение по просроченной задолженности либо предоставление отдельного графика с ежемесячным платежом в размере 20 тысяч. В 2020 году в ходе реализации этой программы мы поняли, что для форсирования нам нужно еще дополнительные меры предусматривать. Также нами были предложены поправки законодательства, где мы предусмотрели улучшающие условия возможности для отдельных категорий граждан, которые, скажем, заболели социально значимыми заболеваниями. Это определенные виды туберкулеза, это раковые заболевания отдельные и также заболевания по нервной системе. Также мы предусмотрели то, что если заемщик, со-заемщик либо гарант является СУСН, то эти заемщики, чтобы могли тоже подпадать под рефинансирование. Дополнительные меры именно по тем рефинансированным заемщикам, если после рефинансирования этот заемщик стал социально уязвимым слоем населения, то есть начал подпадать под эту категорию. Также мы предусмотрели нормы, где возврат единственного жилья, который находится на балансе БТА-банка и Банка Астаны. В целом, по нашим расчетам, мы думаем до конца реализации программы помочь еще 5000 заемщикам на общую сумму 47 миллиардов. А вот какие еще просьбы, вопросы звучат от потребителей за период сентябрь-октябрь текущего года? Я могу в целом за текущий год тоже рассказать. В целом, за 10 месяцев нам поступило 11500 заявлений, это я приблизительно говорю. 90% это обращения физлиц, остальные 10% это юрлицы. Конечно, основной блок вопросов это банковский сектор, около 70%. Обращаются с такими вопросами, как снижение долговой нагрузки, реструктуризация займа, блокировка счета, несвоевременные направления платежей и переводов, либо отказ, недостоверное предоставление сведений в кредитное бюро и также по взаимодействии коллекторских организаций. Это по сектору банковского. На втором месте идут организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, около 10%. Острые вопросы это правомерность деятельности ломбардов микрофинансовых организаций, правильность расчета годовой и эффективной ставки вознаграждения и также разъяснение нормативно-правовых актов. По страховым вопрос неосуществления страховых выплат, либо несвоевременное осуществление страховых выплат. А можно ли сказать, что характер обращений изменился по сравнению с прошлым годом? В этом году основные обращения приходят на просьбы на снижение долговой нагрузки и также реструктуризация займа. Спасибо вам большое, Ярнар Куракулы, за интересную беседу и успехов вам в вашей деятельности. Да, спасибо. О том, какие действия предпринимать и куда обращаться в случае угрозы финансовой деятельности, физических и юридических лиц мы говорили сегодня с заместителем директора Департамента по защите прав потребителей, финансовых услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Ярнаром Оразбаевым. С вами была программа интервью на Atomician Business. Берегите себя.